В МКУ Управлении по делам ГО и ЧС города Каспийска идет подготовка к пожарной безопасности в весенний-летний период. Именно в это время отмечается резкий рост возгораний, связанных с выжиганием сухой растительности. За прошлый год на территории городского округа произошло 127 случаев возгорания. Так проводится работа с управляющими компаниями ТСЖ, СНТ, с управлением образованием. Также управлением образованием совместно с нашим управлением по делам ГО и ЧС проводятся занятия в школах, в садиках о недопустимости разведения огня, костров. С 1 мая 2023 года в силу вступило постановление правительства Российской Федерации о внесении изменений в правила противопожарного режима. Сейчас по действующим нормам расстояние от дома и построек до мест разведения огня должно было быть не менее 50 метров. А теперь оно сократилось до 5. Раньше, если у вас стоит дом, от дома до места разведения огня, костра, шашлыка, барбекю разрешалось 50 метров. Но ввиду того, что у многих участки там, ну в основном это 6-5-6 соток, то есть попасть в эти параметры 50 метров от дома, это было невозможно. Поэтому с этими изменениями это расстояние уменьшилось до 5 метров. То есть теперь садоводческо-некоммерческие товарищества, у кого есть дачные участки, они могут на расстоянии до 5 метров от дома. В весенний и летний пожароопасный период рекомендуется обеспечить своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы. У нас на территории города основная проблема это горение камышей, горение сухой травы, особенно весенний и летний пожароопасный период. Очень часто звонков поступает по линии ЕДДС, потому что трава вспыхивает буквально от брошенной спички, сигареты, тем более, когда установилась хорошая погода. Особенное внимание рекомендуется обратить родителям на своих детей, проводить с ними воспитательные беседы и рассказывать правила безопасности при нахождении рядом с костром. Ведь только строгое соблюдение требований пожарной безопасности может предупредить и не допустить беды. Осия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.